Друзья, всем привет! Вы меня спрашивали, из чего состоит системный блок игрового компьютера, который мы собирали с сыном, и видео, о котором я выкладывал буквально недавно на канале. Но на самом деле меня спрашивал об этом только один пользователь под ником Pixel, поэтому это видео для него, но если оно будет кому-то полезным, я буду только рад, а также буду рад вашим комментариям и вашим оценкам. И специально я приготовил вот эти вот чеки, чтобы вам показать стоимость комплектующих, а также покажу упаковку, в которой она была запакована, чтобы вы примерно понимали, как все это выглядит. Итак, поехали! Вот, для того, чтобы показать что там внутри, мне нужно будет сейчас отключить системный блок, вот этот вот. Я поставлю его на комод, сниму переднюю крышку стеклянную из закаленного стекла и покажу вам, что находится внутри. Так, отключаем. Так, самое первое у нас это корпус, который называется Z-Gaming RAR M1 Mi Tower Black. Вот стоимость данного корпуса 6 299 рублей. В данном случае, я считаю, что можно было бы взять корпус подешевле, но нас привлекло то, что в нем есть красивая подсветка, а также вот мне показалось, что очень красиво выглядит вот эта вот стеклянная стенка. почему неправда? Потому что я покупал его для того, чтобы этот, потому что он продуваемый очень. Ну, это тоже одна из причин того, что он продуваемый и то, что у него дополнительно в комплекте стоит три вентилятора. с наружной стороны и получается еще и еще один вентилятор здесь получается, да? Сколько вот? И от блока питания здесь тоже идет вентилятор. Итак, смотрите, что у нас дальше. Так, это у нас только на корпус, да? Вот, кстати, коробочка от корпуса вот так вот выглядит. Вот такая вот большая. Далее у нас видеокарта PCIe Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision на 12 гигабайт. Вот она, вот, выглядит вот так вот видеокарта. И вот такая упаковка от видеокарты. Вот такого размера. Примерно можете сопоставить, да? А там в комплекте у нас получается была видеокарта. Ну, сейчас я коробку открою. Вот. Внутри идет еще одна коробка. Вот. И она была упакована вот в такие защитные получается как это у нас пенопенопласт. Поэтому я думаю, что если коробку даже там где-то кидали, она летала, то с карта ничего не произошло. И так далее, ребят. Далее вот у нас здесь по чеку идет еще. Мы приобретали твердотельный накопитель SSD M.2 2280 на 256 гигабайт. Он находится у нас... Попробую там его отыскать. Это такая платка небольшая. И она у нас была в мягкой упаковке. Сейчас я шлейф уберу немножко. Вот так вот. Вот. Да, вот здесь 4 получается. Там даже, по-моему, 5 небольших каких-то... Как они, платки? Какие-то... Не знаю, как называется это. Микросхемки. Вот. Там вот это... Там находится твердотельный накопитель. Поехали дальше. Материнская плата, которая называется MSI LGA 1700 H610 PRO. Вот чек. Она стоит 6999. И вот как она выглядит. Ну, к материнской плате у нас, по-моему, я не знаю, что шло у нас. Да и ничего не шло. Вот сама материнская плата. Так, следующим шагом у нас получается, это была покупка процессора Intel Core. i5-12400F. Он находился вот в такой упаковочке. И его цена 14 599 рублей. Также у нас, получается, в системнике находится жесткий диск. Мы брали Western Digital Blue 7200 RPM. Я не знаю, как это называется. Но он у нас, получается, по объему на 1 терабайт должен быть от 1 терабайт. И стоимость его 3 599. Возможно, есть диски немножко подешевле, но я думаю, что там разница не такая критичная. И он шел в мягкой упаковке у нас. А далее у нас идет по списку монитор. Мы брали монитор Xiaomi 34. Это дюйма, да, получается, диагональ. называется Mi Curved Gaming Monitor. И вот цена 29 999 рублей. Дальше мы покупали блок питания вот такой от фирмы Zalman. Модель от ватт-тера на 700 ватт. И цена этого блока питания 7599 рублей. В данном случае, я считаю, что можно было бы приобрести блок питания чуть-чуть подешевле, но мы взяли его, чтобы с запасом на всякий случай, что мало ли, чтобы там хватало мощности, и чтобы он нас, как говорится, вытягивал все вот эти вот штуки, которые здесь находятся внутри. Так, дальше. Еще мы взяли память DDR4 фирмы Kingston Fury. Модель, наверное, Beast Black. И мы взяли, получается, две планки по 16 гигабайт. Вот они вот так вот были запакованы. Две планки, они, получается, идут в сборе. Вот они здесь вот, они такие симпатичные стоят в материнской плате. И цена двух планок 8599 рублей. Охождающий кулер для процессора Thermaltake как тут, Tugair, Tugair 510. Вот он находился в такой упаковке. И цена у него 3499 рублей. Кулеры вот такие, это башенного типа кулер получается. Единственное, что нам ребята подсказали, когда мы его собрали, то мы собрали его немножко неправильно, и у нас получается он получается дул прям сам в себя. Нам пришлось менять, переворачивать другим боком один из этих вентиляторов. Мы повернули вот тот, который около стенки. Здесь, покажи его. для того, чтобы выдав шел из корпуса. Плюс еще дополнительно здесь стоит вентилятор на корпусе, который помогает все это вытягивать, выдувать точнее. Вот. При выборе этого кулера я ставил ограничения, чтобы было не больше 31 децибела по шумности. Вот. Если бы этого ограничения не было, то можно было бы взять кулер подешевле. Там, я думаю, ну, раза в два, наверное, можно было взять подешевле, но именно не было задачи, чтобы у него как можно меньше была шумность от него. Так, дальше мы еще брали термопасту Arctic Cooling MX4 за 899 рублей. Вот. Также мы взяли беспроводной адаптер TP-Link Archer. Это для того, чтобы у нас за 1899 рублей, для того, чтобы у нас ловил ловился Wi-Fi. Вот он. Здесь находится платка и снаружи это выглядит вот таким образом. Здесь такие две антенки. Вот, Паш, покажи. Ну, также мы для того, чтобы комфортно было сидеть, взяли вот такое кресло за 14 599 рублей. Она называется Zombie Viking Knight. Вот. И мы специально брали его, чтобы у него было тканевое покрытие. Его можно здесь вот есть замочки. Я так и не полагаю, что можно убирать там, я не знаю, начинку и снимать его как-то, в общем, пока еще не разобрались. Поехали дальше. Bluetooth-адаптер. Да, это такая маленькая фиговинка. Вот она здесь вот выглядит для того, чтобы можно было по Bluetooth-у подключаться к каким-то там устройствам. Типа, как вот, допустим, колонка звуковая, там, что еще. Там, телефон и так далее. Ну, взяли еще фильтр сетевой за 699 рублей. Это так уже, как бы, чтобы был свеженький. Так. И вот еще взяли, мы уже сделали на канале обзор, вот такое, вот такая клавиатура от Z-Gaming называется Gladius. Обзор на эту клавиатуру уже есть на канале, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Вот. И сейчас я подсчитаю, во сколько обошлось сборка вот этого системника вместе с монитором совсем и скажу попозже. Так, короче, чему-то теперь его будем прикручивать обратно. Так, 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 вот. Так вот с этим мы его закручим сейчас. Я немножко приподнимаю снизу, чтобы, 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 чтобы у нас вот эта стеклышка была не под давлением, не под своего веса, а входила в эти пазики. Ой, подожди. В общем, поштутся дальше. Теперь самое главное, чтобы у нас он включился, не как в прошлом. Ты убрал все проводы, кстати, вожди, которые... Я проводов убрал, да. Теперь мне волнует главный провод это вот этот вот. Я просто бы ищу, как у нас как-то провод застрянет в вентиляторе и он перестанет работать. Ну, здесь вот внутри как бы не видно, что он там... Так, еще вот у нас получается. Оп. Оп. А сейчас я сразу его сделаю вот так вот. Теперь, кстати, на информатике мы будем хвастаться тем, что я вот такой умный. В смысле? Что мы в прямом. Так ты не без информатики умный. Так. Все, да? Что, попробуем включить его? Включить его. он заработал. Посмотрим, сейчас есть ли интернет. А то у нас после включения, когда мы там планки трогали, у нас бывало такое, что забивали, забивали и у нас пропадало. скоро пылесосит, у меня это уже пыльно-гонючка. Так, Паш, кстати, так, кинета что-то у нас нету. Или он не сразу? Загружи. А все, загрузился. Так, сейчас я звук проверю, подожди. ой, ставьте лайки, смотрите видео. А что звука-то нет? Действительно. А почему звука нету? Почему звука нет? А почему звука нет? Да, все. Кстати, вот эта штука, получается, мы еще брали вот эту, да. И мышка, вот эта вот, Паш, которую мы... Logitech чувствовали. Logitech да. Сколько она у нас была, стоила? 2-500 или 1,5 тысячи. Мы ее брали, получается, да, мы ее брали до повышения около двух. Вот, и я вот здесь вот я как раз сейчас вот на канале выложил видео здесь, где показана вот эта клавиатура, как она подподсоединяется и какие режимы подсветки там есть. Так что вот. И все. Ну все. Давай врубай.